Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у Дмитрия Викторовича Щербакова. Человек очень интересный. Он у нас рыболов, спортсмен. Но тем не менее и с грибами тоже дружит. И вот мы сегодня с ним расспросим, как же он полюбил природу. Как пришел к жизни такой. Грибы, рыбалку и так далее. С чего вы начали общение с лесом? Мое общение с лесом началось лет с шести. Когда отец у меня служил, его перевели в Ивановскую область на службу. Вот тогда все и началось. Во-первых, Ивановская область это огромное количество лесов. Во-вторых, именно работа отца была связана с лесом, точнее служба. Он ракетные войска стратегического назначения. То есть каждый день он езжал на площадку за какие-то там 40-50 километров в густющие какие-то леса. Ракеты обычно в лесах. А тогда у нас был один выходной. Мы все-таки вырывались в лес. В лес он привозил нас в изумительные места. То есть я не припомню, чтобы были какие-то там проходные вот такие выезды. Обычно мы приезжали на удивительный сбор грибов. То есть если уж собирали, то собирали в огромных количествах. Но достаточно сказать, что допустим опята мы заготавливали люлькой мотоцикла. Ох! Было! Прошло много времени, я их стал забывать и с опаской отношусь. Хотя нахожу иногда вот эти колонии. И понимаю, что наверное это все те же опята, но вот так немножко побаиваюсь. Ну, ушел от этого гриба. Вот. Да. Значит, лесов там, говорю, было очень много в Воронской области. То есть и жили мы еще в таком населенном пункте, назывался Красные сосеньки. То есть от поселка Красные сосеньки. То есть он реально отражал. Сосны начинались буквально за дому. То есть мы пацаны после школы, вместо школы убегали в сосеньки. Мы обязательно натыкались на грибы. Их там много. А если мы ходили куда-то там за три километра, то просто грибов было огромное количество. Вот. И отец брал меня с собой. Иногда всей семьей. Иногда просто вдвоем мы с ним ходили. Старший брат как-то не очень. Но у него еще зрение не совсем как раз типа цвета аномалии. И вот выбрать вот эти разноцветные шляпки из массы вот этой вот. И вот это тяжело было. Ему было тяжело сосредоточиться. Поэтому он как-то это делал не очень любил. Вот. А мы с отцом вместе ходили. Вот обычно это происходило как. Вот мы идем по какой-то дороге, которую, конечно, я уже потом очень хорошо знал. Вот он останавливается, спрашивает меня. Ну, куда идем дальше? Если я это место не узнаю, он мне показывает какое-то там дерево. Говорит, ну ты разве не помнишь, что около дерева мы уходили сюда вот в лево? Ага. Я посмотрю. Да, точно. Начинаю вспоминать. Вот уходили. Там в 20 метрах от этого места обязательно найдем несколько белых. Обошли, собрали. Причем вот небольшой, даже не сосны. Там больше не в сосновых барах, а в еловых. Небольшое место локальное. И мы знаем, что больше там уже этих белых нет. Ну, потом я уже, конечно, подходя к этому месту, забегаю, свои срезаю белые, иду дальше. Вот. Точно так же он периодически меня спрашивал, как и у матери в свое время, ну, куда нам возвращаться домой? Вот мама всегда говорила так, повернется в противоположную сторону и говорит, нам надо идти вправо, показывает влево, а идти надо туда. То есть, вообще полная вот эта географическая несовместимость. То есть, непопадание стопроцентное. Ну, у меня уже какие-то такие навыки, может быть, как раз благодаря отцу, были все-таки. Но если есть солнце, то уже невозможно заблудиться. Ну, идти и в солнце. Да, плюс время какой-то внутренний компас, он работает. То есть, у меня очень рано эти проблемы исчезли. И, по большому счету, я не припомню, что я уж как-то очень сильно облудил. Хотя есть такое понятие, что лешие водят. Есть у меня вот в районе холмища, есть тут несколько полей, около которых я вот вышел на это поле, не могу понять, что именно на это. Понимая, что это может быть первое, второе или третье, а вот где-то крутнул, а от этого зависит, где центральная дорога. Идти тыкаться еще или точно идти. То есть, вот есть такие места, конечно. Но, тем не менее, вот отец меня здесь очень четко привел. То есть, преподавал некие уроки вот такого наблюдательности. Да, да, да. Вот такими вопросами он такой не пытался меня в тупик поставить, ничего. Но вот заставлял все равно как-то запоминать все это дело. Потом в школе я стал еще заниматься спортивным ориентированием. Это мне еще, наверное, и то помогло в спортивном ориентировании, и плюс еще каким-то образом. Я уже так, для меня карта это святое. Наверное, даже сам выбор этого вида спорта. Да, да. Был, наверное, на основе этих походов. Да, тем более, что у нас эти занятия проводили военнослужащие, потому что они шефами нашей школы были. То есть, там солдатиками, так-то все это легко. Решались вопросы. А какие грибы тогда собирали? Значит, основу грибов, конечно, составляли белые. Основу. Потом мы собирали очень много осенью, естественно, опят. И волнушки. Очень много волнушек, которые на местном диалекте почему-то называются волжанки. Да. То есть, в Ивановской области их все называют волжанками. Это у нас были основные грибы. Значит, на подосильников мы попадали иногда просто на огромное царство. Но все равно он у нас уже шел немножечко классом ниже. Просто, если отец вывозил на белых, то мы приезжали на такое количество. То есть, он четко знал, где что растет. Очень четко. Очень четко знал. Но это еще, наверное, связано с тем, что они по этим местам постоянно ездили, военнослужащие. Он очень четко знал. В общем, еще о грибах, о детстве. Вот когда он уходил на неделю, а он с пятницы по пятницу уходил на недельные дежурства, для нас начинались самые сложные дни. Потому что каждый вечер, часов в 7 вечера, звонок в дверь. Какой-нибудь лейтенантик говорит, вот вам Виктор Михайлович прислал. Там стоял вот этот вот огромный фибровый чемодан, самого большого размера, который поднимаешь, ручка поднимается, а от пола оторвать невозможно. Затаскиваем, это вот белые грибы. И мы сидим всей семьей до часу, сидим их чистим. Утром, без пятнадцати восемь, я должен быть на пятачке, так место отъезда называлось, опять отдать этот чемодан. Вечером история повторялась. То есть он нас заваливал в грибахе, он просто заваливал. Потом он рассказывал, как это осуществлялось. Он дежурный офицер. У него есть дневальный и дежурный в его распоряжении. Ну и всем же тошно, они в лесу там сидят. Вот он говорит, ну идите прогуляйтесь вокруг спортплощадки, так, чтобы я вас был виден. Ну и грибов пособирайте. И вот они в пределах видимости набирали вот этот чемодан грибов. Но ложка дегтя есть и здесь. То есть ранний уход и отца, и мамы не исключено, что связан с грибами. Потому что это повышенная радиоактивность. Это повышенная радиоактивность. Отец умер в 48 лет, мама в 56. То есть мы тогда поедали и собирали большое количество свинушек. Которые тогда были условно съедобными, потом стали условно ядовитыми, а потом теперь уже полностью ядовитыми. Смертельные. Да, которые не выводят цезий из себя. А мы их съели столько, что, наверное, счетчик Гегера еще дома, он около нас зашкаливает до сих пор. Я думаю, что это помогло. Там много подобных, как бы сказать, уходов ранних было среди офицеров и членов их семей. И вот это все какие-то болезни, там белокровие, саркома у отца и так далее. Потом уже стало, когда не стало это сильно секретным, что в критических ситуациях он забегал без свинцовых фартуков к ядерным боеголовкам. В общем, такие вот дела. То есть, получил свою дозу облучения чрезмерную. Ну, от белокровия, мама от рака крови умерла. То есть, в общем, это не исключено, что грибочки тоже нам немножко так вот... Кавычках помогли. Да, помогли. Ну вот, после окончания института я по распределению попал сюда, в Череповец. Вот, и у нас почти сразу же появилась дача в Холмище. Холмище известный район. Бывает там. Да. Хорошие леса, хорошие бары. Но для меня там все было как все заново. Потому что, если в Ивановской области я искал еловые леса, и почему-то там белые росли чаще всего именно вот на вот этих елках... Да, вот так и есть белые еловые. Да. То есть, здесь, наоборот, в барах, хоть на танке катаюсь и идешь по этим барам и собираешь. Я, наоборот, как увижу какую-нибудь сгусточек какую-нибудь, я туда, а там ничего нет. Пришлось вот адаптироваться, привыкать к новым условиям. Ну, естественно, адаптировались, привыкли. Но вот это привыкание было. Здесь основными, конечно, опять-таки белые. Здесь уже больше мы собирали подосиновиков. Очень любим с женой лисички. И всегда их любили почему-то. Вот. Соленины что-то нам удается поменьше собирать. Ну, там в тех краях мало соленины. Да, может быть. Да, может быть, из-за этого как-то не срослось. Хотя сейчас вот у нас дача под Шексной, а там чапорыжники такие, что там много ее. Ну, то ли времени уже не стало хватать, то ли на основное мое занятие, на хобби. Да и на него-то редко сейчас время получается. Вот когда приезжает старшая дочь, это уже обязательно. Мы идем или едем куда-нибудь за грибами. Вот. Старшая дочь у меня грибница просто, которая не может без леса. Она сейчас живет в Питере, но в период, когда вот идут грибы, они и то умудряются даже там под Питером куда-нибудь съездить. Звонишь по телефону, по лесу вроде бы. Вот собираем. Чего уж они там много ли собирают, но стараются каждую возможность использовать для того, чтобы собирать. Удалось вот эту вот семейную любовь и дочери передать каким-то образом. Да, у старшей дочери это передалось и очень здорово передалось. Младшая не такая на это дело затянутая. Ну, а у старшей да. То есть, если она приезжает к нам в гости и мы не умудряемся никуда съездить, у нее начинается ломка. Давайте уже в лес-то поедем. Ну, я ее понимаю. Мы с мамой-то собирали. Ну, ей тоже тяжеловато было за нами мужчинами угнаться. Поэтому обычно сбор был каким образом. Она какое-то время пособирает, потом она садится в центре какой-то полянки, и мы вокруг нее только боеприпасы подносим. Она уже начинает чистить. То есть, мы очень часто привозили чищенные грибы. Ее это устраивало, и нас это устраивало. И в итоге даже еще больше получалось. Потому что все-таки в эти емкости просто больше уже чищенного гриба входило. Это было очень часто. Вот именно вот так развивались события. Особенно, когда грибов очень много было. А вот с этой большой массой белых грибов, когда отец присылал, что обычно с ней делали? В основном сушили. В основном сушили. А сушили как? А через листочки календаря резали дольками. Уинтересно. Это самое. Грибочек. Ну, естественно, иглой протыкали. Листок из календаря. Грибочек из календаря. Это чтобы животные, если мы их случайно пропустили, чтобы они не могли перебежать, испортить друг друга. И все это на балконе. И вот у нас на балкон уже в этот момент выйти было невозможно. А у нас была южная сторона. Вообще, это достаточно быстро получалось подсыхало. И у нас, конечно, грибы не переводились. А вот чтобы там засолено, мариновано, они, конечно, тоже были, но каких-то таких вот запасов, больших запасов, ну, в военном городе их было держать. То есть там ни подвалов, ничего особо не было. Поэтому они не создавались какие-то гигантские, как там в деревнях люди, на всю зиму себе делают. Поэтому в основном сушеного. Сушеного было много гриба. Вот. Из таких вот, из юношеских достаточно воспоминаний очень большого количества грибов я могу вспомнить Горьковскую область, Нижегородскую, поселок Пыра, так называемый, где у нас были военные сборы после института. И так получилось, что я там, опять-таки, на рыбалку приехал, а наш самый главный старший лейтенант, когда увидел меня с удочками, он меня отстранил от всех земляных работ, сказал, будешь ходить на озеро и кормить меня рыбой. В общем, послали козла в огород. И вот, когда на подходе к этому озеру там такие были места, немножечко, ну, не то, что трясина, но такой мох, там было просто немыслимое количество подберезовиков. Я их искал руками. Вот просто, ощупываешь этот мох, ага, что-то там под рукой есть. И вот туда налезаешь, это вот такая вот огромная ножка, непигментированная шляпка белая. И вот такие вот такие подберезки я собирал. То есть это я, будучи, как бы сказать, ну, на сборах, я целую наулочку только сушеных грибов привез. Вот такое количество. Я это и делал похоть, я потому что пока шел на рыбалку с рыбалки. Вот, такое огромное количество. Я, пожалуй, больше нигде не встречал. Вот очень много я встречал тут около Суды, вот, при подъезде к Суде вот с левой стороны, но сейчас там все это заросло. Сейчас уже там лес сменился, я думаю, что совсем не так. Вот что-то мне-то вот такое навеяно было с тех вот, как раз вот с Горьковской области. Здорово. Вот такое количество. А что с волнушками делали? Волнушки солили. Все это в тазы, в тазы сначала все солили. Вот это вот. Ну, а что с ними еще делать? Ну, волнушки вот эти розовые. Розовые, да. С полосочками, пятачки такие. Причем, брали самые маленькие. То есть, так же, как и учил отец опятам, вот с накаток, с накаток. Зачем намок больший? Вот чтобы его по тарелке долго-долго вилкой ловишь-ловишь-ловишь, потом нацепил, получил, допустим, съел свою награду. То есть, там не на вес, а вот именно на качественную штучку. все я поделал. А вот как вы солили? Горячим способом или холодным? Отваривали или замачивали? Больше замачивали, насколько я помню. Я был молод, чтобы вот точный рецепт вам сказать, вот, но я помню, что больше было все-таки холодным способом. Угу. Больше таким. Но могу соврать. Могу соврать. А сейчас? А сейчас мы не делаем заготовок. И тесть, и теща умерли. Вот они этим делом занимались. Вот. А сейчас в основном стараемся сразу реализовать все это дело. Ну, я все-таки как-то мало по соленому эту гриву. А все больше там белый, подосиновик, подберезовик. А эти все сразу. Вот. Ну, и сушите, наверное, да? Не очень много. Не очень много. Меньше стали ездить, честно говоря. То тут дача, то у нас дети, внуки живут. Так что, межская рыба. Рыба, да. а потом, Шехстинский район, все-таки там лес другой, там чепоррыжник. Немножко не тот, к которому я уже привык. У него вот и не всегда и охота. Ну, конечно, когда смотришь, сосед раз принес, двадцать. Вот это затягивает, сбегаешь, найдешь чего-нибудь. Вот. Но это сейчас уже у меня у рыбками стало получаться, поэтому каких-то больших заготовок мы не делаем. Да, конечно, удивительно. как это советские офицеры с лесом общались, да? Причем, сам он рязанский, потом, вот я родился в Тамбове, мы пожили в Тамбове, но тамбовские леса я не воспринимаю, то есть, вот с тетей ходил со своей, она ведет меня в кое-то место, в которое бы я никогда не пошел, но она там находит свои тамбовские грибы. у них, у них они другие, да, то есть, опять надо какое-то привыкание, но если с наскоком, чего привыкать, лучше уж и не привыкать. Также они в наших лесах не сразу разбираются, вот, у меня есть знакомые, родственники, которые боятся, если под ногами, под ногами хоть что-то загуляло, с криком, сразу на твердое, то есть, любой мох это вызывает ужас, а мы по мху как ходим, прекрасно, но верховый болот, там и грибочки, и крючок, и затащить бывает, но по барам зато с удовольствием, там чего не ходить, и видно издалека друг в друге, как в парке, так как в парке, у нас, да, вот эти вот полмеченские лица это парки, это парк, это парк, ну, также и вот ближе сюда бабологи все это, все парковые, леса. Субтитры сделал DimaTorzok